Геохимические исследования играют ключевую роль в открытии ценных залежий полезных ископаемых. В Иране эта область исследований особенно важна. Иран обладает разнообразной геологией, что делает его многообещающим местом для поиска полезных ископаемых. Одно из ключевых направлений исследований – это анализ речных отложений. Он заключается в анализе отложений, образованных реками и ручьями. Другой важный метод – это литогеохимический анализ. Изучая химический состав горных пород, ученые могут определить области с высокой концентрацией определенных минералов. И анализ речных отложений, и литогеохимический анализ играют важнейшую роль в понимании распределения полезных ископаемых в Иране. Долгое время традиционные методы геохимического анализа служили нам верой и правдой. Однако, даже у них есть свои ограничения. Зачастую эти методы сосредоточены на распределении частоты элементов, упуская из виду пространственные характеристики их распространения. Это может привести к неполному пониманию происходящих геологических процессов. Еще одним ограничением является обработка аномальных значений, так называемых, выбросов. Традиционные методы склонны отбрасывать выбросы, считая их ошибками, хотя эти самые выбросы могут содержать ценную информацию о процессах минерализации. Именно здесь на помощь приходят современные подходы. Фракталы предлагают мощный инструмент для понимания сложных структур. В природе многие явления демонстрируют фрактальное поведение, включая береговые линии, снежинки и даже ветвления деревьев. Геохимические данные также часто демонстрируют фрактальные характеристики. Фрактальный статистический анализ предоставляет способ количественной оценки этих структур. В отличие от традиционных методов, фрактальный анализ охватывает пространственную изменчивость данных. Это позволяет нам выявлять аномалии и закономерности, которые могли бы остаться незамеченными при использовании традиционных подходов. Традиционные методы геохимического анализа часто не способны уловить истинную сложность геологических систем. Фрактальный анализ, напротив, превосходно справляется с задачей расшифровки этих сложных закономерностей. Одним из значительных преимуществ фрактального анализа является его способность работать с наборами данных, характеризующихся высокой вариабельностью и выбросами. Принимая во внимание присущую геологическим данным вариативность, фрактальный анализ обеспечивает более полное понимание лежащих в их основе процессов. Более того, фрактальный анализ отлично подходит для идентификации пороговых значений и границ в геохимических данных. Это особенно ценно в геологоразведке, где определение переходных зон между фоновыми концентрациями и потенциальными рудными залежами играет решающую роль. Фрактальные методы позволяют очерчивать эти границы с большей точностью, чем традиционные статистические подходы. Переход к фрактальному анализу в геохимии знаменует собой настоящую смену парадигмы. Второй раздел. Метод СН-фрактала. Метод концентрации числа, или СН, стал мощным инструментом в геохимических исследованиях. Этот метод основан на принципе, что пространственное распределение элементов в геологических формациях часто демонстрирует фрактальные характеристики. Анализируя эти закономерности, метод СН может эффективно различать фоновые геохимические концентрации и аномалии, которые могут указывать на минерализацию. Метод СН предполагает построение графика, где по оси ординат откладывается накопленное число проб, или N, превышающих определенный порог концентрации, С, а по оси абсцисс, сама концентрация. Полученная кривая часто демонстрирует различные сегменты с разными углами наклона, что отражает разные геохимические популяции в пределах набора данных. Одним из ключевых преимуществ метода СН является его способность эффективно обрабатывать большие наборы данных. Кроме того, метод СН предоставляет количественную меру фрактальной размерности геохимического распределения. Раздел третий. Применение в геологоразведке. Фрактальный метод СН наряду с другими фрактальными техниками широко применяется на различных этапах геологоразведки. От региональных поисковых работ до детальных исследований на уровне месторождений, эти методы предоставляют ценную информацию о пространственных закономерностях минерализации и помогают определить перспективные зоны. При региональных исследованиях метод СН помогает выделить зоны с аномальными геохимическими характеристиками, которые могут представлять интерес для дальнейшей разведки. Анализируя геохимические данные по речным отложениям, почвам или горным породам, этот метод позволяет идентифицировать обширные области обогащения, связанные с потенциальными системами минерализации. Эта информация крайне важна для определения приоритетности целевых участков и оптимизации геологоразведочных работ. Раздел 1. Зона, исследования и сбор данных. Наше путешествие, чтобы раскрыть геохимические тайны медно-порфирового месторождения Санаджил, приводит нас в регион Херис на северо-западе Ирана. Этот регион известен своей сложной геологией, которая характеризуется вулканическими породами и интрузивными телами, которые могут содержать медную минерализацию. Чтобы исследовать геохимические аномалии, связанные с этим месторождением, мы провели масштабную кампанию по сбору данных. Наша главная цель заключалась в анализе концентрации меди в горных породах, вмещающих месторождения. Для этого мы собрали в общей сложности 1249 образцов горных пород по всей зоне исследования. Собранные образцы горных пород затем были доставлены в сертифицированную лабораторию для геохимического анализа. Необработанные геохимические данные зачастую содержат несоответствия и вариации, которые необходимо устранить до проведения какого-либо значимого анализа. Чтобы гарантировать надежность и точность наших результатов, мы подвергли данные о концентрации меди ряду важных этапов предобработки. Первый этап включал в себя выявление и удаление аномальных значений. Аномальные значения – это точки данных, которые существенно отклоняются от общей тенденции. В то время как некоторые аномальные значения могут представлять собой истинные аномалии, другие могут быть вызваны ошибками в процессе отбора проб или аналитическими неточностями, мы использовали статистические методы, чтобы выявить и исключить аномальные значения, которые, вероятно, были обусловлены негеологическими факторами. После того, как мы разобрались с аномальными значениями, мы перешли к нормализации данных. После нормализации данных мы были готовы применить фрактальный метод CN для выявления геохимических аномалий, связанных с медным орудинением. В то время как геохимические данные предоставляют ценную информацию о концентрации элементов, данные дистанционного зондирования предлагают дополнительную перспективу, фиксируя спектральные характеристики горных пород и минералов на поверхности Земли. Чтобы дополнить наше геохимическое исследование, мы получили данные со спутника Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, Астер, охватывающий район месторождения Сонаджилл. Данные Астер особенно ценны для геологоразведки, поскольку охватывают широкий диапазон длин волн, включая те, которые чувствительны к присутствию измененных минералов, часто связанных с месторождениями полезных ископаемых. Прежде чем мы смогли проанализировать данные Астер, потребовалась предварительная обработка, чтобы скорректировать атмосферные искажения и геометрические искажения, присущие спутниковым снимкам. Мы провели атмосферную коррекцию с помощью специализированного программного обеспечения, которое устраняет влияние рассеяния и поглощения земной атмосферы на сигнал спутника. В дополнение к атмосферной коррекции, мы также выполнили геометрическую коррекцию, чтобы совместить снимок Астер с опорной картой района исследования. Наше исследование углубилось в статистические характеристики данных у концентрации меди, полученных из 1649 образцов горных пород месторождения Санаджил. Эти измерения дали нам фундаментальное понимание распределения и изменчивости меди в этом районе. Концентрации меди варьируются от 7,1 до 21,200 частей на миллион. Среднее значение составляет 72,95 частей на миллион, а стандартное отклонение – 956,49. Значение асимметрии 12,29 указывает на сильную положительную асимметрию. Раздел 2. Выявление геохимических популяций. Фрактальный метод CN является эффективным инструментом для распутывания сложностей, скрытых в геохимических данных. Анализируя соотношение между концентрацией элемента и количеством проб, превышающих эту концентрацию, мы можем определить различные геохимические популяции, которые могут указывать на разные геологические процессы или этапы минерализации. Когда мы применили метод CN к данным о концентрации меди на месторождении Санаджил, обнаружилась удивительная закономерность. Полученный график CN выявил пять различных геохимических популяций, каждая из которых характеризуется особым наклоном линии на графике. Выявив эти популяции, мы получаем более глубокое понимание процессов, приведших к формированию меднорудного месторождения Санаджил. Раздел 3. Пороги и литологическое влияние. CN-фрактальный анализ не только выявляет наличие различных геохимических популяций, но и дает ценную информацию о порогах, разделяющих эти популяции. Эти пороги представляют собой критические значения концентрации, выше которых геохимическое поведение меди существенно меняется, что часто указывает на переход от фоновых уровней к аномальному обогащению. Первая геохимическая популяция, представляющая фоновую концентрацию меди в исследуемой области, варьируется от 8,4 ппм до 160 ппм. Вторая и третья популяции с концентрациями меди от 170 ппм до 1600 ппм представляют собой умеренные аномалии. Пятая популяция с концентрациями свыше 5700 ппм представляет собой наиболее экстремальное обогащение медью в исследуемой области и, вероятно, соответствует ядру медного орудинения. Раздел 4. Фрактальные размерности и сведения о минерализации. Фрактальная размерность, являющаяся ключевым результатом ЦИЭН фрактального анализа, дает количественную оценку сложности и неоднородности распределения меди. Более высокая фрактальная размерность указывает на более сложное и неравномерное распределение, часто связанное с процессами минерализации, которые создают локальные зоны обогащения. На месторождении Санаджил фрактальная размерность постепенно увеличивается от 1 до 5 геохимической популяции, что отражает возрастающую сложность распределения меди по мере продвижения от фоновых уровней к ядру минерализации. Это открытие имеет важное значение для разведки и оценки ресурсов. Информация, полученная в результате ЦИЭН фрактального анализа, обеспечивает прочную основу для понимания генезиса и пространственного распределения медной минерализации на месторождении Санаджил. Геохимический анализ дает нам важнейшую информацию о концентрации и распределении элементов. Однако, это как смотреть на пазл, в котором не хватает нескольких кусочков. Нам нужна более широкая перспектива, чтобы понять геологические процессы, которые сформировали это месторождение. Вот где в игру вступает дистанционное зондирование. Дистанционное зондирование, особенно с использованием данных со спутников, таких как Астер, позволяет нам видеть поверхность Земли в разных длинах волн света. Эти длины волн, многие из которых невидимы невооруженным глазом, показывают мельчайшие вариации в составе и минералогии горных пород и почв. Эти вариации часто связаны с гидротермальными изменениями, процессом при котором, горячие флюиды взаимодействуют с существующими породами, изменяя их химический состав и минеральный состав. Гидротермальные изменения являются ключевым индикатором потенциальной минерализации, поскольку эти флюиды часто переносят и откладывают металлы, анализируя спектральные характеристики, полученные Астер, мы можем идентифицировать определенные минералы, связанные с месторождениями меди. Эта информация в сочетании с нашими геохимическими данными обеспечивает более полное понимание геологических процессов, которые сформировали месторождение Санаджил. Данные Астер выявили увлекательный паттерн на месторождении Санаджил. Стали видны отчетливые зоны гидротермальной альтерации. Эти зоны дали подсказки о гидротермальной активности и медном оруденении. Одним из важных типов оказалась аргелическая альтерация, для которой характерны глинистые минералы, такие как каолинит и монтмариланит. Она встречается в верхних частях медно-парфировых систем. Другим типом была пропелитовая альтерация с эпидотом, хлоритом и кальцитом, которая формируется на больших глубинах и при более высоких температурах. Сила интеграции данных дистанционного зондирования и геохимических данных заключается в сопоставлении наблюдений на поверхности с информацией о недрах. При сравнении зон изменений, полученных из данных АСТЕР, с геохимическими аномалиями была выявлена убедительная корреляция. Наибольшие концентрации меди показали сильную пространственную связь с интенсивной аргелизацией. Это говорит о том, что аргелизированные зоны – это места, где гидротермальные растворы отложили медь. Наше исследование Санаджильского медно-порфирового месторождения подчеркивает один ключевой аспект современной геологии – мощь комбинирования различных методов. Сами по себе геохимические данные и данные дистанционного зондирования дают ценную, но не полную картину геологической системы. Однако, будучи объединенными, они создают гораздо более богатое и глубокое понимание. Фрактальный метод концентрации количества, примененный к геохимическим данным, позволил нам выделить различные геохимические популяции в пределах месторождения. Это выявило неоднородный характер распределения меди с локализованными зонами обогащения, которые могли бы быть упущены при использовании традиционных статистических методов. Дистанционное зондирование с использованием данных АСТР обеспечило дополнительную перспективу, позволив нам картировать распределение минералов гидротермального изменения. Эти минералы служат своего рода отпечатками пальцев, раскрывая пути древних гидротермальных флюидов, которые сыграли решающую роль в переносе и отложении меди. Корреляция между геохимическими аномалиями и зонами изменения подтверждает нашу интерпретацию генезиса месторождения. Она подтверждает, что области с высокими концентрациями меди пространственно связаны с зонами, где гидротермальные флюиды были наиболее активны, откладывая свой металлический груз. Полученные в ходе этого исследования данные имеют большое значение для будущих геологоразведочных работ. Интеграция геохимических методов и методов дистанционного зондирования позволяет геологам работать гораздо эффективнее. Выявление геохимических аномалий служит надежным ориентиром для проведения целенаправленных геологоразведочных работ. Сосредоточение усилий на участках с высокими концентрациями меди позволяет оптимизировать разведочное бурение. Наше исследование медно-парфирового месторождения Санаджил демонстрирует, как современная геология помогает разгадать сложные процессы, происходящие в земной коре. Передовые технологии и анализ разнообразных данных проливают свет на процессы, формировавшие нашу планету на протяжении миллионов лет. Геохимическая разведка и дистанционное зондирование помогают обнаруживать скрытые залежи полезных ископаемых. Эти открытия расширяют наши знания и помогают удовлетворить мировой спрос на ресурсы, необходимые для технологического прогресса. Добро пожаловать на наш канал GVSIS, где ты найдешь множество видео о геологии, геохимии, структурном анализе и применении искусственного интеллекта в науках о Земле. Пожалуйста, ставь лайк и подписывайся, а также не забывай нажимать на колокольчик уведомлений. Есть вопросы? Оставь мне комментарий ниже.